Всем привет! В эфире программа «Классный час» на Беларусь-4 Гомель. Этот выпуск для вас пройдем мы, Ира Рудаев и Матвей Вынар. Сегодня в нашей программе. Важная встреча с абсолютной рекордсменкой ЦТ в этом году, злобинчанкой Анастасией Савастинок. Гости студии, участники творческой панорамы «Телелета». Ребята приехали из Светлогорска. Пообщаемся с покорителями Голливуда, талантливыми танцорами из Мозыря. Фокусник Иван Чешун приоткроет завесу тайны создания своих трюков. Все самое интересное о таком виде спорта, как теннис, узнала наша коллега Елизавета Домосевич. Ну, а я стал одним из участников акции «Безопасный патруль» в областном дворце творчества детей и молодежи. Об этом и не только в нашей программе. Этим летом мы, конечно же, много гуляли, перемещались по городу и ездили в общественном транспорте. О безопасном поведении нам много рассказали и родители, и инспекторы ГАИ во время всевозможных профилактических мероприятий. Одним из них стала акция «Безопасный патруль». Ее провели областной дворец творчества детей и молодежи совместно с отделением по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Мероприятие прошло в рамках творческого проекта «Телелета», организованного нашей телерадиокомпанией и областным дворцом творчества. Акция прошла весело и познавательное. Подробнее расскажу в следующем материале. Всем привет! Меня зовут Матвей. И свой репортаж я хочу начать с вопроса. Вы хотите жить классной и здоровой жизнью? Я думаю, что каждый ответит «да». Кто-то выполняет простые правила и живет классной жизнью, а кто-то не хочет выполнять правила и у него получается, ну, как-то неловкие ситуации. И мы приехали в областной дворец творчества детей и молодежи, чтобы узнать больше о правилах дорожного движения. Вам нужно нарисовать несуществующие знаки. Например, снимите наушники перед тем, как переходить дорогу. Или не разговаривать некурфурно со взрослыми людьми. Вот что-то свое вы должны креативное придумать. Сейчас мы определим, кто первый оденет спецам мандирования госавтоинспекции и будет сотрудником ГРИПа. На старт! Внимание! Марш! Объезжали! Болеем! Болеем! Вика! 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 Все-все-все! Это замочек застегивай! Вика, застегивай! Молодцы! Молодцы! Мне кажется, все, о чем мы узнали в акции «Безопасный патруль» полезно абсолютно всем. Хорошего дня! Пока-пока! Субтитры делал DimaTorzok 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 Друзья, только что мы с вами увидели танец в исполнении участников танцевальных коллективов, известных не только в нашей стране, но и далеко за рубежом. В 2010 году их выступления в Голливуде завоевали сразу четыре золотые медали. С благотворительными концертами они неоднократно выступали в Японии. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Илья Елена Петровна. Также в нашем городе очень много предприятий, таких как Мозырь-Соль и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, на котором работает мой папа. Расскажите о своих коллективах. В чем их особенность? Чем они отличаются друг от друга? Ну, мы выступаем в двух коллективах. Фарба Полесья и Полеськая Зорочка. Фарба Полесья – это участие в проектах отдела образования. А Полеськая Зорочка – это организованные выезды на международные фестивали. Наверное, хореографических постановок в репертуарах обоих коллективов не счесть. У нас достаточно много постановок, народно-сценических танцев, эстрадных. Последнее время мы перешли даже на музыкально-театрализованные представления. Наши дети не только танцуют, но они говорят, они участвуют, они поют, они вносят, зрителю вносят уже особый колорит. То есть основой остается, конечно, наша хореография, но мы добавляем здесь уже и театр, и музыку, и песню. Предлагаю посмотреть одно из ваших коллективных выступлений. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Знаем, что вы много путешествовали со своими коллективами. Какие зарубежные сценические площадки вам покорились? Для нас наиболее значимые победы были в международном детском лагере «Артек» в Крыму и победы в Москве на международном фестивале «Стань звездой». Также наш коллектив участвовал в закрытии европейских игр в 2019 году в городе Минск, и для нас это было очень важное и волнительное событие. Кроме тех стран, в которых побывали наши дети, замечательные наши юные артисты, я бы хотела еще добавить, что наши и благотворительные концерты за рубежом, это и Польша, и Германия, и Болгария, и Швейцария. То есть очень много, где бывали наши дети с благотворительными концертами, средства от которых шли в помощь детским домам, шли на оборудование медицинское для нашей страны. В Японии наши благотворительные концерты дали возможность заработать средства, которые пошли для медицинского оборудования и города Мозыря, и Гомеля, и города Минска. Мы можем очень много говорить о нашем коллективе, и я думаю, что самое главное, что детям очень нравится заниматься. Они приходят даже со своими проектами, и урок у нас начинается так. А как, ребята, что вы, какая музыка вам нравится, какие движения, какие стили? И мы начинаем экспериментировать. И вот в Голливуде наши дети получили золотые медали, одержали победу за сценический танец, народно-сценический, за эстрадный, но и за открытый стиль. То есть это смешивание стилей. А что за книгу вы держите в руках? Расскажите поподробнее. Эта книга – это история нашего творческого пути. Называется книга «Полесская зорочка. Победы, творчество и жизнь». Самых истоков, как мы начинали, а начинали мы в холле школы под хлопки ладошек. Раз, два, три. Не было аккомпанемента, не было музыкальной аппаратуры. И вот пройдя вот этот весь путь сегодня в нашем коллективе, замечательные, прекрасные костюмы, дети выезжают во многие страны мира на международные фестивали и конкурсы. Можно говорить очень много, но я думаю, что вы заглянете в эту книгу и увидите мир, мир детей нашего коллектива. Какие они? Самые значимые победы для вас? Для нас наиболее значимые победы были в международном детском лагере «Артек» в Крыму и в Москве на международном фестивале «Стань звездой». Также мы выступали в Минске на закрытии малых европейских игр в 2019 году. Это было очень значимое для нас событие. В последнее время что-то интересное происходило в вашей жизни? Каждое лето у нас происходят различные мероприятия. Не только мы танцуем на них, но еще мы ходим по разнообразным местам, по достопримечательностям нашего города, изучаем его лучше, его историю. Но этим летом у нас этого всего не было. Но доказательство того, что у нас кипит жизнь, когда нет мероприятий, прохождение централизованного тестирования Елены Петровны, которое она сдала очень хорошо. А что за централизованное тестирование? В общем, это был эксперимент. Да, я сегодня могу учиться. Да, я сегодня могу получить еще одну специальность. И вот этот толчок, вот этот заряд дали мне дети нашего коллектива. Вы знаете, я могу с уверенностью сказать, что мы взрослые можем многому, многому поучиться у наших детей. Вот когда они приходят на занятия, я говорю, ребята, какая музыка вам нравится, а что мы можем сделать с вами? Они вносят свои предложения, они говорят, что им нравится, какие движения, что в современном мире. И один из примеров, я могу сказать, вот как у нас было в Артеке. У нас часто спрашивали многие, скажите, пожалуйста, какая хореография у вас? Ну, у нас народно-сценический танец, эстрадный танец. Современная хореография и современные хореографии к нам приехали на этот фестиваль, другие коллективы. Это Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, ну и другие города и страны. Условия фестиваля были таковы, что нужно было показать современную хореографию. Времени было мало, тем более это был учебный год, сентябрь. Я сказала, сами, где, как и что вы работаете сами. Вы знаете, я постановку увидела только на самом конкурсе. Не то что удивление, у меня был шок. Наши дети показали современную хореографию и не просто показали, шквал аплодисментов обрушился на наш коллектив. И, конечно, как вы думаете, первое место было присуждено нашему коллективу. Поэтому я считаю, что наши дети имеют огромный потенциал. Они очень много могут. Они могут больше, чем мы, взрослые, об этом думаем. Елена Петровна, по итогам работы в прошлом году вы удостоились звания Человек-года Гомерской области. Одержали победу в номинации Мастер. Как думаете, благодаря чему вы стали обладательницей этого почетного звания? Я могу ответить уверенно в том, что это заслуга в первую очередь наших детей. Детей, родителей, жителей нашего города. Потому что наш коллектив – это не просто творческий хореографический ансамбль. Это большая семья. В этом году мы дали очень много благотворительных спектаклей. «Семья – это жизнь моя». Участвовали и учителя, и наш друг, духовный учитель, отец Сергий, и родители. И даже в одном из проектов участвовал учителя и директор лицея. Инициативу нам подали руководители нашего города – Елена Федоровна Павлечко и Галина Михайловна Кудина. Конечно, инициатива того, чтобы провести это мероприятие, оно сегодня действительно является очень актуальным. Мы выступили в Бинске, в храме всех святых. Это для нас действительно высокая честь выступить в таком святом месте. Кроме этого, дети постоянно принимают участие в программе «Чернобыльский шлях. Дорога життя». Во всех городских, областных, республиканских мероприятиях. Вы знаете, да, жизнь бурлит. Может быть, в какой-то степени для деток и сложно. Но я думаю, что это очень интересно. Ребята, как вы думаете, в чем в первую очередь Елена Петровна мастерица? Чего у нее не отнять? У нее нельзя отнять целеустремленности, харизмы, веру в то, что у нас все получится. И то, что наш коллектив – это крепкая творческая семья. У Елены Петровны еще нельзя отнять огромную любовь к работе, к жизни, которая происходит в нашем коллективе. Нельзя отнять огромную любовь к созиданию. Я многодетная мама. Вот они все дети. У нас было 350 детей, но сейчас поменьше. Но все равно это все мои родные дети. И вы знаете, меня как педагога, как человека, как маму, как бабушку беспокоит все. Я неравнодушна ни к чему, что у них, как они учатся, как они живут, чему они радуются, какие у них успехи. И вот этим действительно можно сказать – это наша семья. Поделитесь своими планами. Планы, конечно, у нас грандиозные, как всегда. Нас пригласили в Китай, в Шанхай на международный фестиваль. Готовиться будем также усердно много, потому что мы будем представлять нашу страну. У нас и другие приглашения. К тому же в этом году будет юбилейная дата Фонду мира. И уже заранее нас приглашают на все эти мероприятия. Спасибо большое, что приехали к нам в гости. Долгих лет вашим коллективам и новых ярких побед. Ребята, а эту книгу мы хотим подарить вам и замечательной, такой прекрасной передаче, как «Классный час». Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч. Друзья, вам нравятся фокусы? Они таинственные и заставляют каждого пристально следить за руками иллюзиониста, надеясь найти подвох. Ловкий, интересный трюк способен наполнить зал бурными эмоциями, вызов восхищения и удивления. Кстати, самое известное трюковое представление впервые состоялось в 1831 году. Речь о появлении кролика из шляпы. Этот трюк исполнил Мак Джон. А волшебные слова «Сим Салам Бим» стал впервые говорить иллюзионист из Дании Данте в начале 20 века. Что успокаивает, так это то, что за всю историю ни один ассистент при распиливании не пострадал. Узнать хоть какие-то секретики создания трюков, думаю, хочется многим. Наш гомельский фокусник Иван Чешун согласился приоткрыть завесу тайны создания своих трюков. Хей, всем привет! Сегодня мы снова будем учиться классным, крутым фокусам. И выберем необычную ситуацию, например, вы в офисе у своей мамы хотите удивить маминых подруг, или в школе, в универе хотите удивить своих друзей. Что нам понадобится? Очень просто. Берем блок для заметок, самый обычный, да? Можно купить в любом канцелярском магазине. И вот такой вот маркер. Дальше мы рисуем, допустим, ложку. Потому что фокусы со сгибанием ложки достаточно популярны среди иллюзионистов. Вот такая вот ложка у меня получилась. На самом деле не умею рисовать фокусы, показываю лучше. Отрываем. И вот наш рисунок ложки. А сейчас я постараюсь ее согнуть с помощью силы мысли. Уверен, ваши друзья и тем более мамины подруги будут в шоке. А сейчас мы узнаем, как же я это сделал. Для того, чтобы сделать данный классный фокус, нам понадобятся стикеры для заметок, маркер, ножницы и самый обычный скотч. Первым делом мы отрываем один листик, один стикер, и отрезаем от него клейкую сторону, чтобы она нам не мешалась. Дальше отрезаем небольшой прямоугольничек шириной примерно с ваш большой палец. Примерно вот так. Следующий стикер отрываем, аккуратно, не задевая клейкую сторону. И с обратной стороны, небольшим кусочком скотча, мы приклеиваем ту самую полоску. Получается у нас примерно вот такая вот конструкция. Затем мы ее приклеиваем на место, так будто этот стикер вовсе не был отклеенным. У нас снова получается цельный набор стикеров. Что происходит дальше? Теперь подходим к самому показу. Мы берем маркер и действительно рисуем ложку. Говорим, фокусы со сгибанием ложки, это очень-очень классно. Рисуем ложку, так, значит, вот это и ручка. Да, говорил же, что не умеет рисовать ложки. И аккуратно отрываем стикер, не показывая зрителям заднюю часть. Ваша задача взять стикер двумя пальцами спереди и одним большим пальцем сзади. И когда понадобится сгибать эту ложку, аккуратно тянем большим пальцем за тот лепесточек, который мы заранее наклеили. То есть вот так вот и тянем. Нюанс этого фокуса, нельзя показывать его на просвет, потому что если там оттянуть, то будет видна полоска, которая просвечивается через тонкий слой бумаги. Поэтому немного артистизма и начинаем сгибать ложку. Вот такой вот классный фокус. Уверен, что от такого фокуса все будут в шоке и он станет отличным началом для вашей будущей карьеры иллюзиониста. Ну что ж, до новых встреч. Пока-пока. Друзья, мы хотим познакомить вас с абсолютной рекордсменкой ЦТ в этом году. Жлобинчанка Анастасия Савастинок у нас в гостях. Привет, Настя. Привет, Настя. Привет. Мы поздравляем тебя, Настя, с таким успехом. Расскажи нам, пожалуйста, какие предметы ты сдавала. На централизованном тестировании я сдавала только два предмета. Это был белорусский и английский языки. Вообще планировала сдавать общество ведения, но не сдавала, потому что с Олимпиады республиканской привезла диплом по этому предмету. А что было легче сдавать тебе, белорусский или английский? Белорусский было сдавать значительно легче. Во-первых, потому что я, наверное, была лучше к нему готова. Во-вторых, потому что на тест у меня гораздо меньше времени уходило по белорусскому. Ну и просто как-то для меня белорусский был проще. Куда поступила и кем планируешь стать в будущем? Поступила в Белорусский государственный университет на факультет международных отношений и специальность международные отношения. В будущем очень хочу стать дипломатом. Кстати, в истории вступительной кампании Белоруссии это второй случай максимального балла у абитуриента. Впервые в 2018 году 400 баллов набрала также нынешняя студентка МФО БГУ Анастасия Жавнерик. Девушка обучается на четвертом курсе по специальности международные отношения. Настя, как же ты готовилась, чтобы добиться таких максимальных результатов? Наверное, стоит отметить, что подготовка моя была постепенная, и она была через всю жизнь проходила, потому что с самого раннего детства я всегда стремилась учиться, и учеба, в принципе, была одним из моих хобби. Поэтому вообще учиться меня приучили родители. А когда вот я уже дошла, доросла до 9-го, 10-го класса, это уже просто переросло в мою обычную рутинную жизнь, что каждый день нужно учиться, узнавать что-то новое. Понятно, когда я училась уже в 10-м, в 11-м классе, то я больше времени уделяла учебе, именно подготовке к Олимпиаде, централизованному тестированию. Ну, а если касается именно вопроса о том, как я готовилась, то это были тесты ЦТ прошлых лет, репетиционные тестирования, просто задания с различных сборников. Настя, откуда в тебе столько целеустремленности и заинтересованности? Потому что на пути к успеху это так важно, немногим это дано. Знаете, на самом деле я хочу большую благодарность за это отдать именно моим родителям, в частности, моей маме с бабушкой, потому что, наверное, именно они с самого раннего детства привили мне вот эту вот любовь к учебе, любовь к познанию чего-то нового. И еще в детстве мама говорила, что сначала нужно потрудиться, прежде чем идти на улицу гулять. И как бы мне этого не хотелось изначально, то я все равно как бы заставляла себя ту же книжку какую-то прочитать или порешать какие-то примеры по математике. И я понимала, что мне это нужно, чтобы пойти потом на улицу. Поэтому я старалась сделать это как можно быстрее. Вот и так просто со временем я стала к этому все больше и больше привыкать. И вот к 10-му, 11-му классу это просто превратилось в мою повседневную жизнь. Настя, что восхищает помимо отличной утёбы, ты уделяешь внимание различным хобби? Расскажи о них. Да, на самом деле моя жизнь не такая однообразная, как может показаться с первого взгляда. С самого раннего детства, наверное, с трёх лет, я занимаюсь профессионально вокалом. Помимо этого я всегда занималась танцами, в детстве еще пробовала себя в рисовании. Когда я пошла в школу в первый класс, то параллельно пошла и в музыкальную школу, которую закончила также с отличием. Когда обучалась в девятом классе, то параллельно ходила в модельное агентство, после завершения которого мне даже дали титул модель года. Вот это было очень приятно. Люблю спорт, вообще разный. Перепробовала кучу всего в своей жизни. Это была и гребля, и как бы это странно не звучало, футбол. И сейчас я больше времени уделяю роликовым конькам. Если зимой, то просто коньки, велосипед, плавание, всё что угодно. Так разнообразно, на самом деле. Ты большая молодец. А какой бы ты совет дала своим ровесникам, чтобы достичь такого же успеха? На самом деле я думаю, что ребята должны просто полюбить учебу, потому что на самом деле намного проще жить и заниматься какой-то профессиональной деятельностью. Это даже и на будущее такой совет. И намного легче этим заниматься, если ты любишь это, если тебе это нравится. То есть они должны полностью вовлечь просто себя в это, сделать учебу своим хобби, как это сделала в своё время я. И им будет гораздо легче, и у них будет не так много времени даже возможно уходить. Просто полюбите то, чем вы занимаетесь, стремитесь, достигайте высот, и я считаю, что всё у вас получится. Настя, спасибо большое, что приехала к нам в гости. И вам спасибо большое за то, что пригласили меня. Было очень приятно с вами пообщаться. Желаем тебе успехов во всех сферах твоей жизни. Пусть у тебя всё обязательно получится и сбудется. Пока. Пока-пока. Пока. Далее в нашей программе речь пойдёт о теннисе. А пока интересный факт. Поклонникам большого тенниса известны ситуации, когда ход игры меняли обычные голуби, залетевшие на корт. Вот почему в штате у строителей Уимбилдона есть ястреб. В 2018 году в честь 15-летия успешной работы птица с именем Руфус получила официальную должность. Отпугиватель. Работа ястреба заключается в том, чтобы облететь корты рано утром перед турнирами и охотиться на птиц. У Руфуса есть свой собственный твиттер с 10 тысячами подписчиками. Вот это да. Ну а наша коллега Елизавета Домосевич отправилась на корт Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису и пообщалась с ребятами и тренером. В эфире рубрика «Спорт Тайм». Всем привет! Меня зовут Елизавета Домосевич и сегодня мы поговорим об одной из самых красивых и динамичных игр о теннисе. Кстати, данная игра взяла свое начало еще в восьмом веке во Франции. Ну что ж, давайте понаблюдаем за игрой юных теннисисток и познакомимся с тренером. Здравствуйте, Александра Николаевна! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а в каком возрасте лучше начинать играть в теннис? Мы проводим набор с пятилетнего возраста. Дети приходят на... начинают обучаться на внебюджетной основе в группе, соответственно. И дальше уже идет отбор на бюджетную основу. В бюджетной основе дети начинают уже проявлять себя, участвовать в турнирах. Но если ребенок решил прийти в более позднем возрасте? Мы набираем детей и в более позднем возрасте. И в восемь, и десять лет. Если есть желание, то даже в пятнадцать лет ребята могут прийти, и мы будем рады с ними работать. С чего вы начинаете свой тренировочный процесс, когда дети только приходят на корт? Ну, мы стараемся начинать с более подвижных игр, чтобы ребенок привык к корту. Набивание мяча, подход к мячу, разновидности игры с мячом. Скажите, в чем плюсы индивидуальных и групповых тренировок? В раннем возрасте лучше, конечно, ребят начинать с групповых тренировок, чтобы они освоились, научились общаться с детьми, с тренером в первую очередь. Потом добавлять постепенно индивидуальные тренировки, потому что индивидуальные тренировки – это индивидуальный подход к ребенку. То есть мы ставим технику, подход к мячу, начинаем играть через сетку. Таким образом мы готовим ребят к турнирам. А как подобрать ракетку под игрока? На начальном этапе, конечно же, лучше по росту ребенка, чтобы более-менше баланс ракетки, чтобы не было нагрузки на кисть. От роста ребенка зависит и размер ракетки. Ручка, вес ракетки. И поэтому надо в процессе роста ее, соответственно, менять. Я знаю, что существует несколько видов покрытий. Расскажите, пожалуйста, о них. Совершенно верно. Есть в данное покрытие, у нас называется торофлекс. Есть грунт, есть трава. Грунт считается самым медленным покрытием. Трава уже более быстро летит отскок от мяча. Каждый спортсмен выбирает такое покрытие, которому более удобно играть и которым он больше всего приспосабливается. В положении каждого турнира прописано, на каком покрытии будут происходить игры. И поэтому спортсмен, игрок, должен уметь играть на каждом покрытии. Александра Николаевна любезно согласилась помочь мне сделать первые шаги в теннисе. Ну что ж, я за ракеткой. Сейчас мы попробуем сделать набивание мяча. После этого уже перейдем на более подробный удар и технику в теннисе. Берем ракеточку, переворачиваем ручку, держим и чуть-чуть ниже берем. Большой палец прячем, указательный, держим ракетку. Переворачиваем руку и такими кистью, такими движениями мы начинаем пробовать набивать мяч. Сейчас я покажу, а потом, Елизавета, вы попробуете. Работа кисти, кисть не заваливаем. При этом постепенно мяч должен касаться ракетки. Весь тело распределяем на две ножки. Ракеточка перед собой. Отводим ракетку на заднюю стену. Это точка удара. И делаем проборку. Спасибо вам, Александра Николаевна, за общение и мастер-классы. Было очень интересно и познавательно. Пожалуйста, будем рады видеть вас снова. Друзья, мы хотим представить вам наших следующих гостей. Это участники совместного проекта нашей телерадиокомпании и Главного управления образования Гомельского облсполкома «Телелелета». И они приехали к нам из Светлогорска. Знакомьтесь, воспитанники Центра творчества детей и молодежи «Ювента» Ева Алиферович и Анастасия Борисенко. Привет, девчонки. Привет, девочки. Привет. Вместе с ребятами у нас в гостях заведующий отделом по основной деятельности Центра творчества Георгий Юрьевич Невдох. Здравствуйте, Георгий Юрьевич. Добрый день. Вы представили на конкурсе яркие и интересные работы. Одна из них посвящена 60-летнему юбилею вашего любимого города Светлогорска. Расскажите о своих проектах. Давайте, наверное, сразу я начну. У нас в Светлогорске довольно большое количество ребят, и мы постоянно проводим различные акции, проекты, запускаем различные челленджи. А летом их становится еще больше, чтобы каждый-каждый ребенок смог проявить себя, проявить, показать свой талант. И вот традиционным, например, у нас является такая акция, как «Лето в светлом», которая связана вообще по всем творческим направлениям. Это хореография, вокал, спорт, фотографирование, ну и многое-многое другое. Не забываем мы, конечно же, и про гражданско-патриотическое воспитание, которое в большинстве своем связано, вот именно летом, с посещением каких-то культовых мест нашего региона. Для примера, вот буквально неделю назад наши ребята, учащиеся, вернулись с похода, с водного похода по реке Березине, который начинался в Бобруйском районе и вот заканчивался городом Светлогорском. И ребята останавливались в различных точках, памятных местах, где наводили порядок, да, какие-то акции по благоустройству, проводили различные встречи с местными жителями. Касаемо этого лета, да, для нас оно праздничное, юбилейное, да, все-таки 60 лет, поэтому наш юный город запустил для юных жителей очень тоже интересные челленджи, акции, проекты, ну так похвастаюсь. Я являюсь куратором света старшеклассников Светлогорского, и мы в конце учебного года представили проект и макет благоустройства одной из аллей нашего города. И это так вдохновило администрацию, что решили запустить такой проект «Город в миниатюре», где принимали уже участие все школы, учреждения образования, в принципе, и сады там, да, и появился такой вот «Город в миниатюре», который украшал центральную улицу нашего города в юбилейный день. Если же брать акцию, вот, которой принимали участие девочки, да, которая называется «Я люблю Светлогорск, я люблю Беларусь», то эта такая акция была по украшению одного из заборов нашей строительной площадки. Ну, я думаю, здесь уже девочки поподробнее расскажут, так как они сами участницы этого мероприятия. Мы с ребятами из лагеря разрисовывали забор. Там была изображена цветочная поляна, дети, шараф гуляет по поляне, котенок с собачкой, деревья с яблоком, с яблоками и грушами, цветы, ромашки, васильки, подсолнухи, шарики. Сами придумали, что нарисовать на этих заборах или вам кто-то помогал? Нам помогал руководитель. Я пела песню под названием «Я тут своя». Это песня про гордости нашей Беларуси и про то, что в каждом доме должно быть счастье и здоровье. В самом клипе я гуляла по березовой роще и наткнулась на большой забор. Мне пришла идея, чтобы его разрисовать. И поэтому я позвала всех своих друзей, чтобы они мне помогли. И в итоге у нас получилась яркая и красочная картина. Вот это здорово на самом деле. Судя по результату вашей работы над реализацией задуманного трудилась большая команда. Качественная съемка, монтаж. Кто вам помогал? Честно говоря, это большая такая командная работа учащихся родителей, педагогов и администрации Центра творчества детей и молодежи. Потому что у нас разные направления развиты. И вот это соединяет, получается такая красота. Расскажите поподробнее о лагере Академия профессий. Ежегодно в Центре творчества у нас открываются две лагерные смены летом. И одна из них обязательно посвящена профориентации. Вот таким образом в июле месяце у нас действовал лагерь под названием Академия профессий. Девочки были его участницами, учащимися. Я думаю, тоже они более подробно про него расскажут. Мы там рисовали, проводили разные конкурсы, проводили разные эстафеты и смотрели мультфильмы. А тебе что, Настя, понравилось? Ну, мне понравился конкурс рисунков, мой любимый педагог, эстафеты. Вам там весело было? Да. Лето заканчивается, можно уже подводить его итоги. Девочки, каким было это лето для каждого из вас? Мы ездили на пляж, я прыгала на разных батутах, гуляла на разных площадках и учусь кататься на велосипеде. С пользой провела это лето, да? А ты, Настю? Мы ездили на пляж, на аттракционы, катались на самокатах. Это лето было незабываемым. Ну, наверное, если брать помимо работы и учебы, то самым таким важным событием этим летом для меня стало это участие в республиканском молодежном поезде «Беларусь – молодежь единства», где мы с ребятами, с молодежью проехали на поезде через всю Беларусь, да, 9 городов, где проводились различные мероприятия, патриотические проекты и встречи с местными жителями. Расскажите о своих увлечениях. Чем занимаетесь? Я ученица четвертого класса. Я закончила третий класс на «Отлично». Я учусь в эстрадно-вокальной студии «Ассоль». Я занимаюсь там пением. Мы разные... Мои песни, мой педагог посылает на разные международные конкурсы. Еще я этим летом поступила в художественную школу. Я люблю очень любить, рисовать и читать, особенно про животных. А ты, Настя? Я ученица образцовой студии «Корунки». Там мы делаем различные аппликации, вытянутки, отправляем на конкурс. Недавно одну работу отправили на конкурс в Гомель. Еще я ученица музыкальной школы. Там я занимаюсь хореографией и вокалом. А я работаю педагогом и по своему профилю я краевед. Поэтому мое увлечение – это краеведение. Что ж, друзья, спасибо большое, что приехали к нам в гости. Большое спасибо, что вы пригласили нас к себе. Успехов и отличного нового учебного года! И в заключении нашей программы споет Ева. Детство, детство, детство – это свет и радость. Это песни, это дружба и мечты. Детство, детство, детство – это краски и радуги. Детство, детство, детство – это я и ты. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Ярко, ярко, пусть пылают лишь рассветы. Ночью звездной пусть спокойно спят поля. Детство, детство – добротой не зря согрета. Детство, детство – завтрашний твой день, земля. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Детство, детство, детство – это летний ветер. Парус, небо и хрустальный звон зимы. Детство, детство, детство – это значит дети. Дети, дети, дети – это значит мы. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Спасибо тебе большое. Ну что ж, а теперь до свидания. До новых встреч. Пока-пока. Друзья, на этом наша программа подошла к концу. Мы, Матвей Вынар и Ира Рудая, прощаемся с вами. Смотрите классный час по воскресеньям и понедельникам на телеканале «Беларусь4 Гомель». Присоединяйтесь к нам в инстаграме и социальных сетях телерадио компании «Гомель». Подписывайтесь на ютуб канал «Беларусь4». До новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»